На горнолыжном курорте в Толнахе этой ночью сошла лавина. Под снегом оказались несколько туристических домиков. Три человека погибли. Подробнее о том, что происходило под Норильском, в сюжете далее. Ребята, срочно! На горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты. Такое видео с горнолыжного курорта в районе Толнаха публиковал очевидец. В ночь с 8 на 9 января на базу гора отдельная сошла лавина. Снегом завалило четыре домика с людьми. Для одной семьи эта ночь стала трагической. Под снегом спасатели нашли тела мужчины, женщины и годовалого ребенка. В живых остался только 14-летний сын. Его с многочисленными травмами доставили в больницу. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Кроме погибших, на базе находились еще несколько семей. Спасатели помогли выбраться из-под снега четверым людям. Еще двое спаслись самостоятельно. Работу поисковиков усложняли сильная метель и плохое освещение. Понадобилось много фонарей. В следственном комитете добавили, что на месте катастрофы работали около 400 человек из МЧС и поисковых отрядов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Которое впоследствии было переквалифицировано на часть 3 в связи с увеличением количества погибших. Сейчас поисково-спасательные работы уже завершились, а вот следствие продолжается. Полицейские добрашивают свидетелей, очевидцев изучают документацию. Следователям предстоит выяснить, кому принадлежали здания горнолыжной базы и законно ли их построили в данном месте. В Норильске 10 января объявлено днем траура по погибшим. Половинообразная обстановка сохранится в Красноярском крае до 11 января. Татьяна Шумкова, Александр Карпов, Новости ТВК.